Метры современной российской журналистики на мастер-классах по разным направлениям медийной сферы особое внимание уделили профессиональным секретам, до виртуозности оточенным ими за долгие годы деятельности. Известный российский военкор Александр Хроленко, в частности, поделился с югостинскими журналистами своим опытом в военной журналистике. Хроленко освещал события августа 2008 года. Репортер отметил, что он с великим удовольствием приезжает в Южную Осетию, покорившую его сердце. С каждым визитом отмечаю происходящие положительные перемены. Вот результат виден. С точки зрения невидимого результата. После 12 августа 2008 года ни один камешек не прилетел с интернет-грузии в Южную Осетию. Хотя я не могу сказать, что там не питают надежд вернуть каким-то способом, возможно, даже силовым, своих, как они считают, земли. Но вот видите, 2008 год он дает такие плоды, виденные и невидимые. Хроленко рассказал о главных принципах, которых должен придерживаться военкор в первую очередь. В эпоху войн и геополитических перемен, когда журналисты вынуждены освещать военные события, необходимо максимально корректно, выверенной и качественно подавать информацию с места событий, отметил журналист. Задача военного обозревателя достаточно просто и компетентно рассказать о сложных вещах. Любой аналитический текст — это одна мысль и ее доказательства. То есть вот структура и смысл аналитики таков. Это не обо всем понемногу, это одна мысль, главное, и ее доказательства. Важно ассоциативное мышление, то есть привлекать к проблеме как можно больше вроде бы посторонних предметов разных стран, разных времен. Это должно увлечь вашего читателя. Что касается работы на полигоне, где проходят учения или конкретная запланированная операция, журналист обязан в первую очередь задавать правильные и конкретно сформулированные вопросы и, конечно же, обращать внимание на обеспечение безопасности как своей, так и съемочной бригады в целом. Конечно, здесь возникает вопрос о военной тайне, безопасности и в том числе безопасности вашей редакции. И вместе с тем вы должны в целях безопасности вечно хранить записи, диктофонные, видео на бумаге, потому что иногда у спецслужб возникают вопросы год спустя, два, три года спустя. И вы должны с чистым сердцем сказать, вот мой источник, вот мне сказали, вот я это написал. После содержательной и познавательной беседы с Александром Хроленко, в ходе которой местные журналисты имели возможность получить ответы от политолога на интересующих вопросы, представители югостинских СМИ встретились с журналистом и политтехнологом Аленой Август. Август подчеркнула, что в век высоких технологий, когда люди отдают предпочтение социальным сетям и коротким заметкам, емкий материал становится несъедобным. В современном мире становится сложнее донести до людей исторические тексты, эпосы, легенды. Для этого нужно создавать креативный и вовлекающий контент, считает политтехнолог. В России сейчас востребован формат коротких историй, как в видеоверсии, так и в текстовой форме, что является потребностью современного медиапотребителя, отметила Август. Всегда и в интернете, и в СМИ либо было что-то про государство неинтересное, либо был негатив, который разносился только вот так, за здрасте. Потому что негативом всегда интересно поделиться, а дается вот прям за здрасте. Когда эту ситуацию уже как-то осознали, тоже далеко не сразу появилась отдельная государственная задача по производству честного, понятного, позитивного контента. И задача эта сложная, но наше сообщество пытается ее решать. Спикер заключила, что в наше время необходимо пользоваться популярными форматами и именно таким образом пытаться достучаться до людей через понятные им каналы коммуникации и информационные диапазоны. Агунда Губузова, Ринат Медоев, информационный выпуск. Сегодня.